Друзья, напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Все хорошо. Приветствую вас на втором вебинаре в этом году. Всех поздравляю с прошедшими новогодними праздниками, с прошедшим крещением и со всеми русскими, в первую очередь, праздниками, так как этот вебинар у нас проводится для российской аудитории и далее он переводится на все языки. Это второй вебинар, так скажем, в режиме, ну, кто-то покрестил тишины, а я это назвал бы очень серьезной корпоративной уже формацией и переформатированием нашей работы, потому что в 2014 году и в 2015, когда началось строительство, мы фактически освещали все, наверное, новости, которые появлялись. Их было достаточно много и вплоть до того, что каждую опору, каждый вбитый колышек мы освещали и радовались этому, потому что тогда проект только набирал обороты, тогда проект только развивался и новостей было действительно много. И мы освещали шаги многих инвесторов, которые старались двигаться в логике адресных проектов. Я помню, что ни один вебинар посвятил взаимодействию с чиновниками в Челябинске, то есть мы пытались развивать и двигали проект. Но сейчас абсолютно другая схема работы. Вы, я думаю, что понимаете, стало все намного более серьезнее, перешло на новый масштаб и уровень вообще в принципе всего, начиная от строительства и заканчивая подачей информации. Вы, наверное, увидели то, что в принципе сейчас некоторое время и Михаил Кириченко с новостями уже реже появляется. Но это все есть причины. И мы неоднократно об этом предупреждали в прошлые годы. И никто не знал, когда это произойдет. То есть мы также описывали это, так как не знали, когда вот этот режим так называемой тишины настанет, как это будет. И сейчас вот мы это с вами все проживаем, ощущаем. Но, конечно же, подобные вещи всегда являются предтечей больших, глобальных. Не то, что не только изменений, но и новостей. Сегодня я хотел бы сказать, что весь этот сгусток информации и все самое нужное, я бы не сказал, что все самое сочное, все самое яркое, а именно нужное, то, что необходимо сейчас выносить на широкие массы, озвучит сам генеральный конструктор той технологии, которую мы финансируем. Транспорта над землей, прорывной технологии. И вы уже заметили, что в принципе несколько вебинаров подряд. И сейчас вообще такую логику я принял, то, что мы не говорим даже бренд, название бренда. И в этом плане я могу сказать, также сейчас мы выводим регламенты, что можно говорить, чего нельзя говорить. И подобные переходные этапы у нас всегда на самом деле были. Я могу, наверное, с десяток перечислить их. И мы с вами становились все сильнее, быстрее и эффективнее за эти этапы. Ну, вспомните, например, что нам как-то нужно было просто огромный поток писем принять. Я уж и не помню, если честно, в какой юридической форме, то есть в каком из фондов это было. Ну, я точно помню, что инвесторы писали письма для того, чтобы был перенос активов. И это огромная работа, которую нужно было проделать. И она была проделана очень быстро на самом деле. И мы перешли на другой этап. Я это все говорю к тому, чтобы ни у кого не складывалось какого-то мнения, что ничего не происходит. Происходит очень многое. И посмотрите даже на фотоотчет, то, что размещает в первую очередь головная экспания. И сейчас пока что у нас не начались поездки и какие-то активности именно от SWC, то есть SWC сейчас тоже это рабочее название, рабочее решение. И логотип, который вы видите, возможно, он будет промежуточным, потому что не исключаю то, что даже SWC, даже SW, возможно, нельзя будет упоминать. Опять же, почему? Потому что очень серьезная упаковка нашего бизнеса. И в первую очередь мы с вами являемся продавцами. В самую первую очередь, конечно же, в нулевую очередь мы с вами являемся инвесторами. То есть каждый тот, кто активно развивает проект Skyway, является инвесторами. Но во вторую очередь продавцами. И подумайте, продавцами причем не самой технологии и продукта, а продавцами инвестиционного продукта. В данном случае это логика конвертируемого инвестиционного займа, который упомянут и который у нас очень подробно описан в инвестиционном меморандуме, который каждый из вас может найти в своем личном кабинете. И этот продукт нужно правильно продавать. Мы предпринимали попытки, и у нас были возможности продавать даже продукт самой головной компании и продукт закрытого акционерного общества, то есть научно-исследовательского центра активы и работы, которого мы также с вами финансируем. Но это было сделано непрофессионально. И это нанесло урон репутации. Сейчас мы не можем создать какую-то, допустим, компанию с нуля, и никто этого не будет делать. Я имею в виду, мы это с той стороны, со стороны головной компании, и на самом деле это не мы. Это тот процесс и те работники, которые отвечают за создание технологического продукта. То есть еще раз я скажу, есть финансовый инвестиционный продукт, есть технологический продукт. И две эти ипостази, они двигаются синхронно. Если кто-то отстанет, то не будет, соответственно, никакого технологического продукта, если отстанут инвестиции и финансы. Если отстанет сам продукт, то куда мы будем, в принципе, мотивировать людей инвестировать? И я напоминаю, что сейчас пока что никто никакую прибыль не получает. И это основная логика вообще того направления, то, что это долгие относительно инвестиции. То есть кто-то 4 года участвует, кто-то 5 лет развивает, кто-то даже уже 5 с хвостиком, если взять про меня. И фактически огромные усилия и огромные задачи были решены, развивая это направление. Но это неизмеримо мало по сравнению с тем, как ранее появлялись технологии того же высокоскоростного транспорта, который сейчас повсеместно в мире используют. И на сегодняшнем вебинаре я скажу, что опять же, логика 2020 года, то, что я все говорю, сводится к тому, что мир очень быстро меняется. Я не знаю, почему, но действительно события очень серьезно ускоряются. Посмотрите, что происходит на пространстве Российской Федерации. То есть как сейчас идет даже подготовка к 2024 году уже. И это также может на нас повлиять, потому что со сменой правительства может поменяться Министерство транспорта. Вы все знаете, в дорожной карте упомянут один из российских проектов в дорожной карте именно White Paper, блокчейн-платформы, которую создают специалисты головной компании. Там упомянута Московская область. И кто знает, возможно, именно с подачи подобных новобведений это направление может гиперускориться. И опять же, это невозможно прогнозировать и невозможно как-то предугадать. Нужно просто действовать, работать и создавать в первую очередь те продукты, за которые мы ответственны. Головная компания за технологический продукт и генеральный конструктор закрытого акционерного общества и всей группы компаний. А мы за инвестиционный продукт и мы со стороны именно SWC. и я повторюсь, это опять же переходный этап сейчас, так как мы вступаем на очень интересную площадку мировую, где каждый шаг посмотрите, как осторожно сейчас даже на сегодняшнем вебинаре я вещаю, потому что каждый шаг может быть использован против нас. За нами наблюдают, за нами смотрят. Почему? Потому что опять же мир очень быстро меняется. И в 2020 году, в 2019 году я говорил то, что у нас нет конкурентов. И тут уже о логике энергетического информационного эгрегора можно судить. Наверняка эта мысль перенеслась в головы многих наших инвесторов. Вы знаете, что когда люди начинают синхронно думать над одной и той же мыслью, то по законам квантовой физики скорее всего эта мысль сбудется. И посмотрите, что происходит. Правительство Индии официально уже отказывается и останавливает свое развитие, свое сотрудничество в логике Hyperloop. и каково было ожидание на самом деле какие и процессы я думаю и денежные вливания в каком-то плане также произошли. И сейчас это все остановлено. Это просто супер новость для нас. И я хотел бы, чтобы вы действительно эту новость несли в массы. И это только часть цепной реакции, которая запустилась. Вот пожалуйста я сброшу ссылочку. Так минуточку. Вот пожалуйста ТАСС то есть достаточно официальная новость не какие-то порталы по тайным правительствам и так далее. То есть конкретика конкретика которую невозможно не замечать. Индия останавливает проект создания скоростной системы Hyperloop. То есть Индия вообще должна была быть первой страной мира, где по идее планировался реализовываться подобный проект. Почему из Индии пришли такие новости опять же остается догадываться только. Но наши предположения могут быть то, что сейчас так как идет очень плотная работа над репутацией, то вообще вот то, что и планируется в логике того направления той компании, которую мы финансируем прорывной транспорт, транспорт над землей и самое простое описание транспорт над землей. Транспорт над землей капсула будущего, которая изменит вообще жизнь каждого живущего на планете Земля. И министр однако добавил, что заявление не следует рассматривать как решение об отказе от проекта навсегда. Если эта технология будет развиваться и будет успешно опробована за рубежом, мы тоже можем о ней подумать. То есть правительство начинает задумывать то, что сейчас уже нужно думать, если решаются какие-то транспортные инфраструктурные задачи, вообще по истории развития современных государств это самые, наверное, большие вливания денежные, финансовые и ресурсы человеческие именно в транспортно-инфраструктурные решения. Поэтому сейчас уже понимают, что транспорт и инфраструктуру необходимо менять и необходимо применять именно самые прорывные транспортные решения. Так как у нас сейчас возможность продвигать финансовый продукт именно той компании, которая имеет в числе союзников ведущие государства мира. И заметьте, я не говорю про конкретный государство, все мы конкретно понимаем, что это страны арабского направления и даже сейчас мы будем очень осторожно относиться к новостям, которые дает пресс-отдел, пресс-служба именно SWC, потому что из-за этим также идет наблюдение. Сейчас мы такую игру играем. Но никто не собирается не останавливать вебинары и в первую очередь вот мои вебинары они несколько отличаются от вебинаров Владимира в чем ценность, потому что вообще вот так повелось в принципе уже пять лет я развиваю наш финансовый продукт. Я был готов наверное к ребрендингу уже давно и возможности не упоминания, да, конечно когда визуализацию ставишь и картинки намного проще, но всегда я заходил именно с той стороны, а что сейчас происходит в мире и почему то решение, которое мы финансируем оно имеет огромный потенциальный инвестиционный инвестиционную реализацию, то есть мы не будем называть прибыль, это просто прорывное решение, которое по достоинству могут оценить в будущем институциональные инвесторы. Я приведу вам пример, очень простой пример, это родилось буквально на этой неделе и на прошлой неделе анализирует то, что сейчас происходит с компанией Tesla. В прошлом году, где-то в феврале началось очень серьезное падение, падение акций и Tesla вы замечали, что произошел крупнейший обратный выкуп. Смотри логику, кстати, то, что сейчас у нас происходит не крупнейший обратный выкуп, но постепенный обратный выкуп также происходит. Это повысило и интерес инвесторов, и новых людей, которые приобретали акции Tesla. Но я думаю, что маркетингово там было все очень интересно продумано, потому что происходило, я думаю, спланированное падение акций, и это происходило, когда еще не появились новые продукты. И рост акций вызвала именно новая дорожная карта создания новых продуктов. То есть это кибертрак, который появился сейчас еще в принципе и расширяется и производство и масштабируется и все это в том направлении, которое мы финансируем, также происходит. производство расширяется, обратный выкуп совершается. Если говорить про модельный ряд, тут вообще наверное нам в логике транспорта инфраструктуры равных нет, потому что новые модели делаются головной компанией, научно-производственной компанией буквально меньше, чем за год. И это не создается ни одной компании мира на сегодняшний день. А представьте, если бы у нас уже, к примеру, наши активы котировались бы на бирже. И к примеру, до появления тропического исполнения подвижного состава, как могли бы вырасти активы, наблюдая конкретно по примеру Tesla. Фактически появился просто продукт, который был очень серьезно спозиционирован, распиарен кибертрак. Но это никакая не инновация. И на презентации даже бронебойное стекло вы видели все, то, что бронебойное стекло пошли трещины. То есть это неподготовленный продукт вообще. И изучая логику и развитие современных корпораций, я встречал это неоднократно, потому что и Microsoft тоже, когда Билл Гейтс понял, что нужно учитывать факторы и перспективы развития интернет и делать быстро сырой продукт. В логике научного направления, именно основанной ген-конструктором, которого мы все поддерживаем, сырой продукт выводить на рынок мы не имеем права в плане инвестиций и головная компания в плане подготовки технологического продукта. Выводится на рынок только законченный продукт и показывается только законченный продукт, потому что головная компания является первопроходцами формирования новой отрасли. И просто подумайте, акции Tesla выросли с 230 в два раза. Почти до пяти сотен долларов они достигли. И это только благодаря новой линейке продуктов. А сколько у нас новых продуктов планируется к инвестиции в них? И как только уже будут котироваться либо на бирже, либо это будет проведено security токен офферинг. Подумайте просто, как может взлететь актив, если акции компании Tesla при выводе на рынок нового продукта просто кибер трак выросли в два раза. Просто напишите, вот Сергей правильно пишет, уже 547. Ну, если кто-то там в биржу любит играть, сейчас очень опасно входить. Хотя я не исключаю, что еще больше может вырасти, потому что не все компании сейчас могут предоставить миру какой-то новый, интересный для общественности, для людей продукт. То есть в плане маска это грамотно подготовленный маркетинг и даже танцует он на открытии фабрик, то есть это некая эксцентричность, но все руководители корпорации ведут себя по-разному и в плане нашего руководителя корпорации именно с точки зрения технологической части всегда ведет себя сдержанно основатель компании и показывает только те новости, говорит только по существу, что считает нужным сказать и всегда вы понимаете, что это очень кратко по сравнению с тем, что можно сказать. Но эксцентричность эксцентричностью, когда пускаешь на самоход продукты, которые могли бы составить вообще в перспективе наибольшую капитализацию, говорю про Hyperloop, и отправляешь это на какие-то конкурсы, то есть по сути, что такое Hyperloop? это сборная солянка технологических продуктов и пытаются рецептуру собрать по всему миру. То есть где-то в одном университете испытали, запустили капсулу, но испытать запустить капсулу, да, пускай это будет инженерно проработанный прототип, который запустили, который поехал, но транспортное инфраструктурное решение, которое мы финансируем, разные виды его это сложный технологический продукт и запуская лишь отдельный продукт, здесь не привлечь инвестиции и не построить большие проекты по всему миру. Ну, представьте, запустили бы мы только подвижной состав, профинансировали только подвижной состав и путевая структура, но она была бы где-то в разработке. Так не работает, так не работает мир институциональных инвесторов. С точки зрения продукта, который мы инвестируем и финансируем, здесь создается законченное решение. И в логике того, что формируется уже на долгие-долгие годы широкий модельный ряд, очень серьезная стратегия вывода новый продукт каждый год, каждый год будет появляться, представьте, насколько этот актив может играть далее на рынке, когда он уже будет реально ценным на рынке активом. Поставьте по логике, по нашей заведенной традиции от 1 до 10, как вам эта идея для того, чтобы общаться с инвестором. То есть, это чистая аналитика на основе того, что происходит сейчас на рынке. И также я хотел бы отметить тот факт, просто посмотреть на картинку и подумать, что эти компании все объединяют. Я намеренно название того направления, которое мы финансируем, не упомяну, потому что до проявления четких регламентов и четких правил, что можно, что нельзя говорить, что можно показывать, что нельзя показывать, я являюсь примером по вещанию для иностранных лидеров, в том числе, как и Владимир, буду очень таким, я бы сказал, очень консервативным спикером до того момента, как моменты не будут прояснены. И я думаю, что это абсолютно правильно, но все мы понимаем, что на этом слайде также название компании, которую мы финансируем, она естественно присутствует. Что объединяет все эти компании? Эти компании объединяет то, что они собираются жить дальше, это первое, они собираются получать дополнительную капитализацию, это второе, и они не знают, как это сделать конкретно, поэтому создается научной сферой и далее это подхватывается и уже такой публичной масс-медиа активностью, маркетинговой активностью, и сейчас есть тренд, что все стараются сделать гаджет, начиная от того, что все мы держим каждый день в руке и заканчивая то, в чем мы перемещаемся в автомобилях. То есть уже когда я сказал о концепции транспортного гаджета, наверное, года три назад первые такие неотесанные мысли появлялись, и эта логика сейчас внедряется в транспортную индустрию, то есть посмотрите, что происходит, новые модели ренш-роверов уже в принципе там не остается каких-то крутящихся деталей кнопок, чтобы навигацию по функциям автомобиля, то есть все становится сенсорным, все становится для того, чтобы было соприкосновение пользователя с технологией, все становится управляемым через голосовое управление, и более того, сейчас уже говорят, что big data, то есть большие данные, очень серьезно изменят мир транспорта, и также что объединяет те компании, которые я представил, потому что Samsung, например, сейчас продвигает цифровую платформу для управления потоком данных внутри и снаружи автомобиля. Компания Qualcomm, которая и так хорошо развивается и растет, они подхватили тренд 5G, я думаю, что они подхватили тренд 5G и очень хотят сейчас это применить также в автомобиле, поэтому уже они предоставляют чипы сотовых модемов, которые позволяют автомобилям подключаться к интернету. То есть фактически автомобиль становится телефоном, и там есть некие чипы, некие симки, да, там в навигационных системах это уже было, но компания старается сделать максимально интуитивное и простое управление не самим автомобилем, а напичкать туда максимум услуг. Является это хорошим решением или нет, покажет на самом деле сфотка дорожно-транспортных происшествий, потому что на мой взгляд нельзя пользоваться тем обилием услуг, которые сейчас стараются нафаршировать современные автомобили и перемещаясь крутя баранку. Это не будет работать и это не будет работать с точки зрения создания беспилотного транспорта, потому что создать беспилотный транспорт это примерно и внедрить его, это примерно так же, как сейчас компанию какую-то современную, уже такую гигантскую, неповоротливую перевести на блокчейн рельсы. Это нереально сделать. Компания должна развиваться с нуля и создавать с нуля новый продукт. Что мы финансируем? Это создание новой отрасли с нуля. Если вы хотите большие потоковые данные услуги, пожалуйста, это все будет внутри путевой структуры. Будут силовые кабели, будут линии связи. Я не исключаю, что тендеры будут проводиться для того, чтобы этими частями владело то или иное государство, как сейчас проводятся тендеры строительства новых вышек. Но то, что касается того направления, которое мы финансируем, это всегда в логике человек, полезность, природа и экология. А в современных гаджетах об этом меньше задумывается. В первую очередь об экологии. В первую очередь интересует современную гаджетную индустрию. это как в одной коробочке, либо в одном устройстве автомобиля. Это тоже в некотором плане устройство совместить максимум услуг. Не думая о безопасности, не думая об экологии и не думая в принципе о последствиях, которые применение этих услуг могут вызвать. Мы видим очень много аварий беспилотного транспорта, потому что всегда на дорогах будут оставаться неадекватные водители и полностью дороги перестроить не получится, потому что это просто сейчас невозможно изменить, а в Азии так вообще это нереально сделать. Будут скутеры, будет большой поток не данных внутри автомобиля, а большой поток транспортных средств на дороге. И это можно решить только вынося индустрию транспортную на новый уровень над землей, распределяя, ограничивая и направляя по прямым поток. Тогда это будет работать, потому что нам не нужно будет задумываться об управлении транспортным средством. Это то направление, которое мы с вами финансируем. И представьте, насколько сильно будут бороться Samsung, Qualcomm и другие стартапы микропроцессорной и чиповой электроники для того, чтобы сотрудничать с той технологией, которая уже появится на рынке в виде законченного транспортного и структурного решения. Уже будут делаться логики платформ, цифровых платформ. Я не исключаю, что возможно цифровая платформа будет подготовлена самими специалистами того направления, которое мы финансируем. Потому что очень серьезная высокотехнологичная база и специалисты, я думаю, что в первую очередь в IT-индустрии, но не та, которая связана с компьютерами, а именно в программировании транспортных средств. Потому что то, что мы увидели на ежегодном фестивале, происходящем на территории тестовых участков Республики Беларусь, когда подхватывает один подвижной состав другой, помогает фактически запрограммированные роботы. Это отношение запрограммированных транспортных андроидов. И в логике того, что создают мировые корпорации транспортный гаджет, они не могут сделать это одновременно транспортным андроидом. Самоуправляемым, безопасным, обучаемым и многое-многое другое, что по праву будет оцениваться институциональными инвесторами. Почему я это говорю? Потому что опять же у меня на ладони аналитика и я в это погружен в финансовую сферу активов, на которые сейчас делают упор институциональные инвесторы. Зачем я это делаю? Потому что мы развиваем инвестиционный, будущем институциональный продукт. То, что сейчас мы продвигаем инвестиции кто-то на 100 долларов, кто-то на 1000 долларов, кто-то на 10, кто-то на 100 тысяч. В будущем мы будем на 100 тысяч и на миллион продвигать покупку актива, потому что продукт уже будет работать. то время, которое вы тратите сегодня на объяснение, мотивацию, вы будете тот же вечер тратить на привлечение намного больших средств. И поэтому сейчас лидеры не то, что там неправильные факты остаются, не остаются. Я могу сказать, что те, кто переходит в пирамидосики, особенно блокчейн пирамидосики, поверьте мне на слово, если говорить про предложения, я не рассматриваю какую-то сетевую сферу, я рассматриваю блокчейн индустрию. Много предложений было к различным членам правлениям и ко мне в том числе. Но нужно мыслить наперед, нужно понимать ту отрасль, которую мы финансируем и которая создается с нуля. Нужно понимать, кто выиграет в долгой игре. Тот, кто семиминутно что-то соберет, например, и будет платформа подготовлена, например, под продукт, который будет а. ограниченным в применении, в. ограниченным в строительстве на территории и в реализации, и c. Это очень ограниченный модельный ряд и очень краткая жизнь продукта. То есть не хочется принимать участие в таких биржевых взлетах, падениях. Поэтому многие сейчас остаются внутри нашей сферы. И я не говорю про блокчейн, я говорю про инвестирование и развитие инвестиционного продукта того, что мы с вами развиваем. то есть про блокчейн, если говорить, там вообще все еще быстрее развивается и также эта компания, которую мы фирм будет впитывать. Я могу привести очень простой пример того тренда, который сейчас развивается в 2020 году. Это децентрализованные финансовые инструменты, так называемые DEFI. то есть вы видите, кто наблюдает, кто смотрит статьи, сейчас фактически до 10 миллиардов уже доходят активов, которые заморожены в децентрализованных финансовых инструментах. То есть они вращаются уже внутри блокчейн инфраструктуры. И это создание синтетических активов битка, допустим, и так далее. И это делается уже с помощью современных блокчейн платформ, которые развивают, к примеру, Оракула. Что такое Оракула? Это брать данные с внешнего мира и помещать их внутри блокчейна. Оракула как раз таки это наверное в десятку будет, когда необходимо будет брать данные с внешних источников и помещать вовнутрь блокчейн платформы, которую разрабатывает головная компания. Опять же, не исключая, возможно, свои какие-то оракульные решения будут созданы. И если говорить про DEFI, децентрализованные финансовые инструменты, то это логика, а кто сейчас создает ту основу экономики, на которую можно наложить цифровую модель. Кто сейчас может сказать, что будут реализовываться адресные проекты по всему миру. Вот этого ждет DEFI, децентрализованные финансовые инструменты. И те активы, которые сейчас заморожены, когда будет происходить логика запуска проектов, в том числе и через уже нетрадиционную финансовую модель, вот эти активы, они могут размораживаться и крупные институциональные уже криптоинвесторы, потенциально оценивая проекты, могут направлять эти инструменты, то есть различные стеблкоины, в том числе, для того, чтобы участвовать в формировании новой экономики на основе новых адресных проектов. А сейчас это замораживается, потому что внутри происходят игры, то есть напечатаем больше под какое-то плечо, как сейчас в современном мире и происходит везде. И эти инструменты, я думаю, что они как раз таки для того направления, которое мы финансируем, также будут очень важны и ценны. И хотел бы также сказать о том, что в принципе то, что сейчас мы финансируем и то, что мы развиваем, мы стараемся в логике SWC, то есть опять же повторюсь, пока что это рабочее название, и много раз буду повторять, также объединить те тренды, которые актуальны и необходимы. То есть что необходимо сейчас в логике инвестиционного продукта? Это комплексное обучение и комплексное обучение тем компетенциям, которые позволят этот инвестиционный продукт развивать все больше и больше, в нашем случае привлекать инвестиции больше и больше. Это различные компетенции, то есть в плане Instagram я могу привести такой пример, сейчас обкатываем на одной из стран, именно автоматическое привлечение трафика и рекламные компании уже окупаются, потому что люди сейчас понимают в тех странах, в основном в первую очередь в азиатских странах, в какой сейчас экологии и в какой ситуации они живут. Поэтому не глядя инвестируют. И почему этот момент мы охватываем, так как это основная сейчас проблема наших лидеров, именно региональных кураторов, то, что нет знаний, нет компетенции, как выйти сейчас за рамки своего круга и дать информацию, консультацию об нашем инвестиционном продукте, рассказать о нем совершенно новым людям. И это задача вообще маркетингового дивизиона менеджеров по продажам любой компании охватывать новые рынки. Это не то, что в нашей логике привести новых партнеров. Это логика сетевого маркетинга, это не нас. Мы задумаемся, как охватывать новые рынки, не нанося урон репутации того направления, которое мы финансируем. И в этом году мы делаем большую ставку именно на эти потоки нового трафика людей, которые заинтересовываются инвестиционным продуктом. И сейчас экспериментально мы уже получили хорошие результаты. И далее мы будем потоки, которые будут с максимально стоимостью привлечения одного человека направлять огромными данными, то есть контакт, почта на наших лидеров. И так как наши лидеры, я имею ввиду, региональных кураторов умеют обрабатывать эти данные, эти данные будут очень успешно обработаны и в результате инвестиционный поток той или иной страны вырастет. Если говорить про Россию, не знаю, это связано было с новогодними праздниками, не с новогодними праздниками, но примерно в пять раз стоимость льда больше. То есть мы делаем упор и ставку именно на дальние страны. Может быть люди с дальних стран живут в этой ситуации транспортного коллапса, антиэкологии и поэтому голосуют, получив какой-то маленький объем информации через рекламу уже инвестициями в то направление, которое ситуацию может исправить. Ну вот такой вот вкратце вебинар. Я думаю, что я дал вам несколько новых идей, которые позволят привлекать инвестиции и говорить не о продукте, а о том, что сейчас происходит в мире и как то направление, которое мы финансируем, решает эти задачи. Поставьте от 1 до 10, как вам была информация и далее я готов ответить на вопросы. Я намеренно сегодня не освещал какие-то новости от головной компании, мы будем все меньше и меньше их освещать, так как это будет исходить в первую очередь из пресс-отдела РСВ Systems и конечно же из уст нашего главного идеолога, вдохновителя и создателя технологии генерального конструктора. Той технологии, которая навсегда изменит мир и конкурентов у нас нет, что очень радует. Так, сейчас готов ответить на вопросы. Коллеги. Кстати, возможно стоит вести такую практику, что заранее мы будем писать вопросы, поставьте плюсики, кому эта идея нравится, чтобы вы подумали еще перед вебинаром и я буду просматривать, отвечать на некоторые из них, либо часто повторяющиеся. так, коллеги, вопроса. Алексей, прошла информация, что на токены будут дивиденды, это так? Смотрите, Вадим Алексеевич, по токенам, я бы рекомендовал поизучать информацию вообще по Telegram, Open Network и по тем компаниям-гигантам, которые заявляли о каких-то прибылях, о каких-то дивидендах. Очень нужно внимательно относиться к этой информации и в первую очередь, когда мы говорим об запусках адресных проектов, каждый инвестор инвестирует в ту или иную сферу, так как он считает ее перспективной. И о прибыли как раз таки информация в белой бумаге либо каких-то других документах не должно быть. Если инвестор считает перспективной это направление, то он будет инвестировать. А будет прибыль или нет, покажет уже технологический отбор и инвестиционный естественный отбор. На токены дивиденды я бы не бросался такими словами. Когда обучение по продвижению? Сейчас заканчивается английская версия и мы хотели бы, чтобы первое видео по инстаграм, по позиционированию, тоже, кстати, очень интересный момент. Сейчас я даже в инстаграме мало что выкладываю, потому что там нужна именно командная работа. Иначе попадаешь в теневой бан и даже ваши подписчики, даже ваши друзья не будут видеть ваши публикации. поэтому именно командная работа позволит работать эффективно в логике инстаграм. Я думаю, что в ближайшее время первый вебинар будет опубликован на площадке и далее пойдет параллельный процесс обучения. Сейчас мы ведем переговоры с очень серьезным специалистом по продажам международного уровня с теми тренерами, спикерами, которые вы все знаете и работает девушка, которая обладает компетенцией, с ними договаривается именно как провайдер услуг обучения. У нас не будет какого-то одного продукта, потому что нет необходимости и логики как-то это упаковывать под юридическую схему. И это никакой не дополнительный продукт, он будет комбинироваться, будет перекрестный маркетинг с основным инвестиционным продуктом. Я бы назвал это дополнительной ценностью. Так. Эфириум, обнаружение фишинга, этот домер в настоящее время находится в списке предупреждений Metamask. Metamask считает, что... Так, немножко не понял Вера Осипова вопрос. Когда генеральный конструктор делает информацию? Обещали, что на этой неделе появится расширенное интервью. То есть первые фотографии с этого интервью были опубликованы. Сейчас, я думаю, в продакшене находится это интервью. Опять же, для того, чтобы даже если что-то генеральным конструкторам было сказано, то, что нет необходимости показывать именно сейчас, будет показано потом. На данный момент это будет вырезано. Так, ну, зайдите с другого браузера, просто, Вера. Еще, коллеги, по существу вопросы, пожалуйста. Сейчас нас ожидает большая европейская конференция, уже ставшая традиции, в Словакии приедут лидеры, я думаю, с Чехии, со Словакии, и там, кстати, первое обучение очень правильно Франтишек подхватил, и он и сам стал позиционироваться в Инстаграм, будет по социальным сетям для европейских лидеров. То есть, параллельно эти обучения, ну, согласитесь, не всем подойдут даже англоговорящие тикеры, например, для тех же азиатов. Для индонезов нужен индонезийский тренер. Так, читайте вейтпепер на svg.io. Да, svg.io это официальный ресурс, источник. Коллеги, еще вопросы или мы завершаем и уже по традиции будет следующий вебинар 5 февраля. Так, еще я хотел бы у всех поинтересоваться, потому что с Владимиром Масловым на самом деле мы думаем над этой идеей, стоит ли сокращать вебинар до раза в месяц. То есть, один месяц я вещаю, другой месяц Владимир Маслов. Либо та информация все-таки, которую мы даем, очень не хочется, чтобы кто-то считал, что вот мы делаем вебинары, чтобы их сделать. То есть, все основывается на информации и ценности для вас. Нужно или не нужно сокращать до раза в месяц? Тоже в чате проголосуйте, пожалуйста, один раз в две недели устраивает. Напишите, пожалуйста, максимально все, ну, а я завершаю. Рад был всех видеть. До скорых встреч в мире всего самого интересного и актуального, то, что происходит в рамках создания новой отрасли с нуля транспорт над землей. Очень классно то, что мы являемся первопроходцем в инвестиционном продукте такой замечательной сферы, которая изменит жизнь человека и, я думаю, вообще мировую экономику. Всем счастливо! в сферу, мы любимые ! Продолжение следует...